Молодеет и растет, к сожалению. Сахарным диабетом в Череповце болеют около 10 тысяч человек. За последний год эта цифра выросла на 20%. На здоровье череповчан сказываются питание, вредные привычки и напряженный образ жизни, говорят медики. Департамент здравоохранения предоставил данные за последние 18 лет. Количество больных диабетом в Вологодской области достигло 39 тысяч человек. Диабет молодеет, как и все заболевания. Поэтому, конечно, большая часть – это сахарный диабет второго типа, это люди возрастные, возрастные. Ну а пациент с диабетом первого типа – это, скорее всего, более молодой возраст. Очень много неправильных привычек, неправильного питания. Плюс наследственность, конечно, стрессы, плохая экология, факторы риска и так далее. Всех пациентов с проблемами повышенного сахара в череповце начали принимать в диабетологическом центре. Он открылся при городской больнице номер 2 год назад. И с тех пор врачи приняли уже около 5000 человек. Сюда приходят на обследование, сдают анализы на глюкозу и гемоглобин. В отдельном кабинете можно пройти экспресс-тест на уровень сахара в крови. Чтобы выявить сахарный диабет на самых ранних стадиях, необходимо проходить анализ на уровень глюкозы в крови. В молодом возрасте делать эту процедуру часто не обязательно. Но с годами, учитывая все факторы риска, проходить эту процедуру придется периодически раз в год. В центре работают с горожанами, у которых диабет обнаружили недавно, и с теми, кто уже привык к жизни в новых вынужденных условиях. Для них здесь открыли специальную школу диабета, где учат справляться с болезнью, дают необходимые рекомендации врачи и объясняют, как распознать осложнение. Ограничения, конечно, в диете. Когда-то что-то хочется и сладкого, хочется где-то острого, конечно, нужно соблюдать диету. А в основном-то все остальное. Должна быть большая физическая активность. Вот сейчас была на даче, сейчас посмотрю, какой гликированный гемоглобин, то есть какой уровень сахара за три месяца. Как нам рассказали в диабет-центре, проблем с тест-полосками, лабораторными материалами и очередями у них нет. В этом году даже удалось закупить новое оборудование и компьютеры. В день специалисты центра могут принять до 50 человек. Таким образом, врачи рассчитывают хоть немного остановить рост опасного хронического заболевания в городе. Попасть к нам очень просто. Нужно взять направление у эндокринолога по месту жительства или у терапевта и прийти к нам записаться. Конечно, мы определяем, так как мы являемся диабетологическим центром, все параметры углеводного обмена. И что я считаю очень важным для диабетологической помощи населению, мы определяем уровень гликированного гемоглобина всем нашим пациентам бесплатно. Что является главным и современнейшим показателем компенсации углеводного обмена. По информации Департамента здравоохранения, в области закуплено достаточное количество инсулина для диабетиков первого типа, а также портативные глюкометры и сахароснижающие лекарства. На это из областного бюджета были выделены порядка 88 миллионов рублей. С начала 2016 года больше 16 тысяч человек получили помощь в борьбе с диабетом. Межрегиональная конференция «Эффективное НКО. Основа развития гражданского общества» прошла в Череповце. Представители 20 российских городов собрались во Дворце Металлургов, чтобы обсудить результаты работы социально ориентированных организаций Вологодской области. И не только. Ведущую роль играет благотворительный фонд «Дорога к дому» компании «Северсталь». Последние два года, помимо непосредственного решения проблем социального сиротства и правонарушений среди несовершеннолетних, специалисты фонда делятся опытом с коллегами из других регионов страны. Специальную программу информационно-методической поддержки проводят на деньги Минэкономразвития компании «Северсталь» при поддержке правительства области. К слову, некоммерческим организациям предстоит взять на себя часть государственных функций. Уже со следующего года НКО получит бюджетное финансирование. Уровень готовности к этому – это, наверное, главная задача сегодня для тех общественных организаций, для тех структур, которые хотели бы поучаствовать в решении этих проблем. Это очень непростой путь. Здесь нужно отработать методики, технологии. Здесь нужно правильно быть готовым к тому, чтобы получить бюджетное финансирование. И, конечно, самое главное – уметь еще и нести ответственность за те деньги, которые государство доверяет некоммерческой структуре. Но готовы ли НКО к тесной работе с государством? И кто из них получит госфинансирование? А главное – будет ли работать система соцзащиты в руках некоммерческих структур? Такие вопросы поставили перед собой участники конференции. За процессом наблюдали и наши журналисты. Я стала спокойнее, и ребенок, соответственно, тоже. Ребенок тоже занимается с психологами, он ходит в детскую комнату в проекте. Ему тоже нравится это. У меня стало больше друзей. Я немного исправляюсь, начинаю в школе, у меня начинает все получаться. Это и есть результат. Ради этого и собрали в Череповсе представители 26 российских городов. От Петрозаводска до Благовещенска. Большинство – представители некоммерческих организаций, так называемых НКО. Теперь они будут получать бюджетное финансирование. Поверьте мне, финансирование – это лишь небольшая часть поддержки некоммерческого сектора. Существуют абсолютно другие, не менее важные вещи. И, например, вообще работа с нормативно-правовой базой, ее апгрейд, и это, на мой взгляд, это даже сильнее, даже серьезнее. И действительно, законодательные нововведения уже успели озадачить многие НКО. К примеру, специальный реестр поставщика социальных услуг, в который должны войти НКО. НКО всегда работает с клиентами от выявления проблемы до ее решения. И вот, в принципе, мы готовы, особенно фонд «Дорога к дому», готовы уже войти в этот реестр, и вот, ну, как раз в рамках того самого закона 442-го, и стать реальными поставщиками. Но механизмов нет. В этом, как говорится, и загвоздка, а точнее главный вопрос на повестке конференции «НКО и государство». Какие социальные услуги государство отдаст НКО? Как будет проходить процесс передачи этих услуг? И сможет ли вообще некоммерческий сектор справиться с задачами государственного уровня по линии соцзащиты? Вопрос эффективности и контроля. Мне, как представителю власти, довольно-таки интересно, как я могу быть спокойна, когда я передам часть социальных услуг, которые мы обеспечивали, в какое-то НКО? Несмотря на опасения, НКО уже давно зарекомендовали себя. В Логовской области не только ведущую роль играет благотворительный фонд «Дорога к дому» компании «Северсталь». Ежегодно фонд реализует не один десяток социальных проектов. На сегодня опыт «Дороги к дому» активно используют по всей России. Мне бы очень хотелось заниматься в дальнейшем в сотрудничестве с фондом «Дорога к дому», потому что я вот увидела, что здесь серьезная профессиональная работа. И я здесь вот нашла много того, чего я не находила в своем регионе. Помимо глобальных вопросов о развитии НКО, на конференции представили и лучшие социальные практики. Например, проект «Дороги к дому подросток», «Школьная служба примирения» – это реальные механизмы решения социальных проблем. И они уже работают. А значит, тема межрегиональной конференции, которая проходила в Череповце два дня, как-никак точна. Эффективный НКО – основа развития гражданского общества. Открытие всероссийских беловских чтений состоялось в областной столице. Культурное событие объединило сотни поклонников творчества Василия Ивановича из разных уголков страны и уже стало традиционным. Форум проходил третий год подряд в преддверии дня рождения писателя-земляка. Сегодня беловские чтения – это действительно уже масштабное событие в культурной жизни всего региона, не только областной столицы, но, наверное, уже даже не регионной России, поскольку все-таки больше тысячи участников. Все-таки это не только чтение, но это еще и, мне кажется, какой-то праздник. Праздник мысли, праздник души, праздник творчества, праздник любви к своей Родине. Наследие основателя деревенской прозы пропитано любовью к России и малой Родине. Волокжане гордятся Василием Беловым как человеком, который своим писательским талантом прославил наш край. Впервые в рамках форума был организован семинар для начинающих литераторов, а также в программе чтений была работа научных секций, литературные встречи, кинопоказы, спектакли и выставки. А в Череповце в доме музея Милютина подвели итоги конкурса исследовательских работ «Наследие». Он проводился второй год подряд, организован управлением образованием мэрии Череповца. Одна из участниц конкурса – Ирина Ефименко. Ей от бабушки досталось очень много документов, писем, воспоминаний, фотографий, и это богатейший материал для исследований. Неудивительно, что девушка решила заняться изучением истории своей собственной семьи и получила награду «Диплом первой степени». Это развивает человека. Я как-то начинаю обращать внимание на какие-то детали, и это развивает внимание. И вообще выступать на конференциях со своими работами – это тоже очень развивает. Ты стараешься, ну как, боязнь, ну да, боязнь публики уходит, становишься как-то раскрепощеннее. Изучение истории не просто интересно, а чтение – это полезный опыт, который непременно пригодится в нынешней жизни, считают организаторы. Это очень важно для детей, для научения их работы именно вот такой научной составляющей, потому что это очень большие проблемы сейчас, особенно для высшей школы, проблема того, что дети не умеют работать с источниками, не умеют, хотя их, в принципе, должны были учить в школе, они не умеют составлять научные тексты, они мало читают из-за этого, наверное, тоже. Ну, а вот этот конкурс, он им способствует научению. В конкурсе принимают участие школьники с 7 по 11 класс. В этом году на суд жюри было представлено 25 работ, темы самые разные от изучения железоотделочных заводов до частных семейных историй. Не все смогли победить, но это не главное, считают эксперты, а главное – пробудить в подростках любопытство, любовь к серьезной исследовательской работе. К слову, Вологодчина – одна из лидеров по числу талантливых детей в России. Наш регион занял пятое место в стране по количеству дипломов победителей и призеров Всероссийской Олимпиады школьников. При составлении рейтинга эксперты использовали не только количество дипломов за последние 5 лет, но и их долю на 100 тысяч человек. Цель, которую преследовали специалисты – выявить населенные пункты, где преподаватели используют наиболее эффективные методы работы по развитию талантов. Редактор субтитров А.Семкин